Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! В эфире Ёмор-Ёмор-Ёмор стучит к вам в дом с обратной стороны телевизора с мешком улыбок в руке. Они все как таблетки под язык. Они, улыбки, готовы разлететься по всему русскоязычному миру, убивая всякие бактерии и вирусы, помогая укреплять наш иммунитет. Нет, человеку необходимо смеяться. Ценность хорошего настроения, возможности и готовности радоваться происходящему и способности противостоять ударам жизни. Вы мне можете возразить, радоваться всему может только дурачок. И это правда. Только дурачок не будет стараться искать те детали жизни, которым можно порадоваться. Когда-то мой герой говорил... Утром проснулся. Счастье. Проснулся ведь. Дети не болеют. Счастье. Первая травка. Теплый душ. Запах шашлыка. Женские ножки. А тут еще деньги нашел в старых брюках. Да еще сосулька с крыши мимо пролетела. Да еще наши забили. И... Может быть. Эх, хлопнешь рюмашку, трахнешься, тряхнешь башкой. АПЛОДИСМЕНТЫ Ущипнешь себя посильнее и думаешь, да за что ж мне столько привалило. А чтоб с вами поделиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Даже если на душе паршиво, все равно нужно находить повод для улыбки. Афорист Ежелец сказал, смейтесь до слез. Совет оптимистам и пессимистам. Старый анекдот про то, что муж забрал из детского сада ребенка, а жена ему сказала, это не наш сын. На что тот возразил, а все равно нам его завтра обратно возвращать. Имел очень много разнообразных вариаций. Например, жена сказала, кого ты привел? Это не наш ребенок. У нас вообще дочь. Самое смешное, что этот анекдот и сегодня обретает различные положения. Алло, ваш ребенок у нас. Да? И каковы ваши требования? Да приезжайте быстрее, детский сад скоро закрывается. Или бабушка с плохим зрением забыла дома очки и забрала из детского сада сторожа. Ну что я могу сказать? Дельно мыслит старуха. Молодец. Забирает бабушка и внучку из садика и видит, что у нее под глазом огромный фингал. спрашивает, а Синяк у тебя откуда? Ой, с Сашкой подралась. Из-за чего? Да жениться на мне не захотел. Позвонила жена недавно и велела зайти в детсад. Я спросила, зачем она мне? Ты тупой, чтоб дитя забрать. Для кого-то пустяк задание, ну а мне каблуком под дых. Я ж карьерой своей занят днем и ночью без выходных. Понимаете, я ребенка вижу только, когда он спит. А запомнить лицо в потемках нелегко всякий подтвердит. Садик-шмадик с трудом огромным смог по адресу отыскать. Но потом возник вопрос, кого мне в этом садике забирать? Мне б спросить, кто тут мой у нянек. Но молчу, вдруг не так поймут. И решил подожду, пока их всех мамаши не разберут. Так ошибки не будет точно. Кто останется, тот и мой. И не важно, сын или дочка. Я приму вариант любой. Ну короче, сижу в засаде. Через час или полчаса остаются всего в детсаде. Двое, девочка и пацан. Входит папа, ну наконец-то выбирай и пошли домой. Но взглянув на детей, отец тот вдруг тихонечко сел со мной. Тут я понял, что этот кадр, как и я первый раз пришел, так сказать, дебютант детсада, кто останется, ждет койол. Полюбуйтесь, но что за личность? Удивляюсь на таких людей. Это ж надо так безразлично относиться к семье своей. Ну и что нам с ним было делать? Бросить жребий, 0-2 звонить? Он весь красный, а я весь белый. Ждем, кто кого пересидит. Так сидели-то мы напряженно, может год, может сто ночей. Только ночью примчались жены и забрали нас и детей. Вот и все. ХПН, спаслись же. Но закралось сомненье мне. Я жену, если честно, вижу тоже ночью в кромешном гле. Возникает вопросик тонкий, до сих пор не дает мне сна. Вдруг меня не с моим ребенком забрала не моя жена. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мужчина жалуется. «Кажется, моя жена мне изменяет». «А как ты узнал?» «Да понимаешь, мы в другой город переехали, а к нам все тот же водопроводчик ходит». Или вот такой диалогик. «Дорогой, да чего ж ты у меня подозрительный? А с тобой иначе нельзя?» «Можно. Просто не надо в каждом мужчине, сидящем в шкафу, видеть моего любовника». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Машка, тебе не хочется покоя. Машка, ты так легко себя ведешь. Машка, кому расстанется такое Спасибо, Машка, что всем в деревне ты нальешь Что всем в деревне ты нальешь Ну что, пацаны, у меня есть Давай А какой повод? Зачем повод, когда есть? Пать, 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 пать Немножко Здорово, ребята О, Карен, держи Держи, Карен Сейчас давай по чуть-чуть, немножко Ну? Ребят, а у меня для вас новость Давай Машка беременная От кого? Ну, а вы догадаетесь сами Ты сам-то знаешь? Конечно, знаю А она сама тебе сказала, да? Ну, конечно И кто он? Даю подсказку Он красавец-мужчина У него темные волосы У него стройная фигура Какого он роста? Ну, нормального, среднего роста Ух Он приезжий У него большой Я бы даже стал такой огромный Здоровенный Нос Прорисло И кто он? Так вы что, еще не догадались, что ли? Ну, конечно, я Кто же еще, ребята? Попик Давай 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 по чуть-чуть Давай, братан Давай Вот вам и повод Давай Зажигай Поздравляем тебя, друг! Налейте, налейте Бакалы полней И поднимем мы Тоза Карена Он классный пацан И он спас всех друзей Благодарно ему Все село Тебя мы поздравляем И счастья желаем Мы очень-очень рады Что всех нас пронесло Карен Будь здоров и будь счастлив Карен Так же счастлив, как счастливы мы Да, так же счастлив, как счастливы мы Да, так же счастлив, как счастливы мы Браво! А вообще Карену повезло Машка классная Да Симпатичная Да Нормальная Да Но если на нее так часто не смотреть С ней вполне можно жить Мужики, я женюсь Ах, молодец Молодец Каренчик, но дело в том, что, понимаешь Любая свадьба, она все равно заканчивается разводом Понимаешь, вот у меня, например, было три жены И все трое говорят одно и то же Нам, говорит, с тобой тяжело Мы, говорит, тебя не выдерживаем Все, я больше не женюсь Ты не прав Жениться обязательно надо Вот я, как приехал в Россию Сразу женился на русских женщин И, как вы думаете, я счастлив семейной жизни Стою в шесть часов утра Готовлю жене кофе Делаю детям манную кашу Собираю жену на работу Собираю детей в школу Мою посуду Выношу мусор Стираю Пилисошу Встречаю детей со школы Кормлю детей Мою посуду Встречаю жену с работы Кормлю жену Мою посуду Проверяю уроки детей Укладываю детей спать Укладываю жену спать Сам укладываю спать Зачем я сюда приехал? Женские сюжетики Каждый мужчина должен знать, что любая женщина ангел Но это пока ты для нее бог А если нет, то извини Женщина как театр Сегодня комедия, завтра трагедия А послезавтра гастроли в другом городе Да, такое бывает За каждой фотографией великой женщины Стоят 143 фотографии На которых великая женщина Неудачно получилась Понимаешь? Так же, как и мужчины Женщины знают, что самый короткий путь Из пункта А в пункт Б Это прямая линия Главное, чтобы на пути Не попадались магазины Простите, девушка Который час? Половина десятого Спасибо Минуточку, минуточку Что, все? Все? Не как вы прекрасны Не как вас зовут Но совсем мужики обнаглели Ну что это такое вообще? Было это очень давно Под окном черемуха колышется Распуская лепестки свои За рекой знакомый голос Слышите Да поет всю ночь Кусоловьи За рекой знакомый голос Слышите Да поет всю ночь Кусоловьи Ой, сердце девичье Забилось радостно Как тепла Ай, как хорошо в соду Где же ты, мой радостный Мой сладостный Я в советный час к тебе приду Где же ты, мой радостный Ой, что ты, что ты сладостный Я в советный час к тебе приду Покажи Покажи Слышеного моего Покажи Покажи, покажи Ах, зачем тобою сердце вынуто Для кого теперь твой блещет взгляд Покажи, покажи Ой, мне не жаль Что я тобой покинута Жаль, что люди много говорят Мне не жаль Что я тобой покинута Жаль, что люди много говорят Под окном Черемуха кулышится Осыпая лепестки свои Пападам, пападам За рекой Знакомый голос слышится Соловей, соловей Пападам, пападам Не поет там больше Соловей Пападам, пападам За рекой Уж голоса не слышится Не поет там больше Соловей Пападам, пападам Одна из типичных ситуаций для юмора Это поступление человека на работу Так называемое собеседование Таит в себе комендийные возможности Здравствуйте Я по объявлению о работе Вы знаете, нам нужен человек Который не будет задавать лишних вопросов В смысле? До свидания Слушайте, вы в резюме написали Что имеете огромный опыт работы В стрессовых условиях Устойчивость с форс-мажором Профессиональные навыки Выхода из критических ситуаций А в какой области? В Челябинской А как у вас со спиртным? Вы потребляете? Пью, но с отвращением Другого спросили на собеседовании Назовите ваши сильные стороны Алкоголизм Это по-вашему сильная сторона? Вы просто не видели Как красиво я бухаю Большое спасибо Для нашей компании вы несколько старомодны Хотя лапти у вас красивые Ну тогда я вам скажу честно Ваша контора Недостойна моего таланта Здравствуйте Это я на собеседование Проходите, проходите Так, мы посмотрели ваше резюме Но есть еще несколько вопросов Начнем с главного Так, вас устроит зарплата 100 тысяч Чертный 100 тысяч Всего? В неделю Кормим Что вы делаете? Это неделю Это хорошо, что в неделю Почему? Потому что больше недели я нигде не работал В смысле? В смысле? Не размиривался на всякую ерунду Искал такую работу, как у вас Кормим Что вы делаете? Встаньте, встаньте Ой, что вы Хватит, а то я так, знаете, и привыкнуть могу А вы привыкайте Так, скажите Скажите, вы творческий человек? Конечно, творческий Смотрите Что? Только рюмк ватки на столе Ой, вопросы вытекающие из вашего творчества А вы Как вы относитесь к алкоголю? Я не против, наливайте В смысле? Я пошутил Я же творческий человек Ага Вы пьете? Кто? Вы Я? Да Вы пьете, нет? Да не капли в рот вы что Смотрите на меня То есть к алкоголю вы относитесь плохо? Ой, отношусь плохо Усваиваю хорошо Что? Говорю, усваиваю хорошо Что отношусь плохо Вот Ага Так, ясно Водительские права есть? Да, забрали по пьяни эти права Инспектор был пьяный Перепутал Ну, цирхой-то извиняется Говорит, через полгода отдаст Так, семейное положение Какое надо? Ну, вообще-то мы считаем, что Одинокие люди Сейчас, одну секунду Алё Зина Пошла ты, Зина Кто? Одинокий Нет, вы не дослушали Я говорю, мы считаем, что Одинокие люди работают Хуже семейных, женатых Тихо, подождите Алё Не ори, Зина Подожди Это Да 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 Ну, этот козёл меня заставил сказать Простите, что вы сказали? Говорю, что Козёл у нас один работает в гараже Постоянно заставляет меня работать Ага Всё, обнимаю Заставил Давай пока Подождите Так Продолжим Дети есть у вас Дети В каком городе? В любом Кто нужен? Мальчик, девочка? Без разницы Возраст какой Понимаете, у нас льготы сотрудникам с детьми до 6 лет Понял, сейчас, одну секунду Алё Ира Не ори ты, Ира Подожди ты Ира, скажи мне, пожалуйста Ты тогда Родила? Родила? Умница Да Я потом всё объясню Да, да, всё Ага Есть мальчик 5 лет Да Ага Нашёлся Так Скажите А вот есть у вас какой-нибудь Такой вот Поступок Которым вы Гордитесь? Конечно Конечно Есть Ну, я спас человека От пожара Вот Это похвально Да, спасибо Да И как же это всё произошло? Ну, как произошло Я ему говорю Мужик, не ходи туда Там пожар Вот он туда не пошёл И остался живой Удивительная история Ну, как вот Судимости есть? Да Так Ну, так По мелочам В смысле? Ну Ну, работал я на фабрике Нам полгода зарплату не платили Ну и сжёг я эту фабрику К чёртовый бог Как? Да по пьяни всё было Вы же сказали, что вы не пьёте Вот с тех пор и не пью Завязал всё Так Прописка местная? Нет Ну, регистрация есть? Нет Ну, вы хотя бы гражданин России? Нет Я пьющий, курящий, ругающийся мату Без определённого места жительства Знаете, а вы нам подходите Да Мы давно уже ищем такого, как вы Наглого Пьющего Врущего И нервного человека Вы станете Идеальным лицом Нашей новой рекламы Брусничной Настойки Ни качекары Мы не плотники Ни жнём, ни косим Не творим А мы наёмные работники Да Хотя работать не хотим Ни машим, ни пером Ни шпателем Ни жнём, ни сеем Ни куём А мы работ Работодатели Да Хотя работу Не даём И вроде полон Рот Заботами И вроде целый день В труде Но где бы мы Бы не работали Да Мы не работаем Нигде Юмор, юмор, юмор Меняется адекватно Переменам в жизни Трансформации нашей психологии Ментальности И прочего-прочего Он меняет даже лексику Стилистику Ритмику В юморе сейчас Разговорная речь Быстрая Она быстрее Чем, скажем 50 лет назад Поэтому Когда меня спрашивают Изменился ли на вашем веку юмор Мне кажется Это всё равно Что спросить Изменились ли наши газеты Конечно, да Я всегда говорил Что юмор Это комментатор жизни Какая жизнь Такой юмор Бывает, конечно Что шутка существует Вне времени Это в том случае Когда она имеет Вневременную тему Да и сама по себе Хороша в звучании ретро Но это нюансы А в нашей жизни Нередко разные поколения Имея совершенно разные ощущения На этот счёт Начинают спорить Хотелось бы Чтобы эти споры Заканчивались взаимопониманием Старшему поколению Безусловно Не столько хочется помолодеть Сколько хочется вернуться В свою молодость Где купить путёвку в детство Чтобы детям показать Как же было интересно Во дворе толпой гулять Жгли костры Играли в прятки Пеленали всех котов Мы играли в наши игры В продавцов и докторов Со скакалкой мы скакали И гоняли лесопед Жаль, что нынешнее детство Это только интернет В нашей жизни Много есть вопросов Но ответов не найти никак Эту песню пел ещё Утёсов А было это Очевидно Так И в кого такое Только вышел Удивляю всю свою семью Как я только музыку услышал Сразу же куплеты я паю Прикупить решил Калину Ладу И в стране такой я не один Пол лимона на машину надо Столько ж на ремонт и на бензин Посмотрел на днях реальти-шоу И из дома не сбежал едва Поселиться было б хорошо Хоть бы на недельку в доме два Михаил Да, Рома Это что? Что? Ну вот это Та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра-ра Что? Это куплеты, Рома А не чувствуете, чем-то пахнет? Успехом пахнет О, а что я говорил? Нафталином, Михаил Сейчас вот так вот Никто уже не танцует А как сейчас танцует, интересно? Вы хотите узнать? Я хотел бы посмотреть Ну, например, вот так Рома, а как вот под это вот петь куплеты? Ну вы же артист Надо пробовать Попробуйте Попробовать? Ну да Бабочка Бабочка Раз супруга села на диету По секрету всем хочу сказать Это очень важная примета Скоро будем вместе голодать Не, Ром Ром Во-первых, вы не так делаете А как? Рома Да В куплетах главное смысл А не вот это вот Сейчас смысл никому не нужен Сейчас нужен Драйв Драйв Кураж Понимаете? Как муха под стеклом Честное слово Долливая погода Рома Давайте сделаем так Я буду доносить смысл А вы вот этот Драйв Хорошо, хорошо Только доносить смысл Будем под мою музыку, окей? Под вашу музыку, Роман Хорошо доносить только пиццу Вам успех, мужа Работаем Пол страны сошли с ума Честно говорю Появился Егор Крит Его все поют Мы последуем примеру На Егоркину манеру Сыпать смело рифмами Сегодня начнем Ты буди 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 Он будильник утвердит Ну а после бегуди Завивает на груди Ты иди, иди, иди Во мне зверя не буди Лучше сядь и посиди Посмотри, ну погоди А теперь вы Автотрассы по России Разбиты все Часто просто невозможно Ездить по шоссе Тут асфальт недавно клали Два прораба там стояли И учил так молодого Старый прораб Давай Ты клади, клади, клади Технологии не блюди Часть асфальта укради Остальное в грязь клади Ты клади, клади, клади А как спучится тверди Нету нашей в том вины Нет погода, извини Очередь большая В детский сад который год Ну а детский стульчик Стоит прям как самолет А пособие на деток Хватит на сто грамм конфеток Но правительство при этом Только твердит Давай, Рома Ты ради, ради, ради Пятерых произведи Мы поможем, не грусти Чтоб они могли расти Ты ради, ради, ради А ради ж тогда иди Чтобы всех их прокормить Петь работ тебе найди Продолжаем Миллиард чиновник Уменьшить аппетит Не груди, ни груди Не груди, ни ерунди Как захочется и ты Бери дудку и дуди И ты дуди, дуди, дуди Если хочешь ауди Шапку рядом поклади Бери дудку и дуди Я не фокусник Я только учусь Сказал мальчик Взмахнул волшебной палочкой И золушка превратилась в тыкву Вот такая грустная история Но, к сожалению, так в жизни бывает В чем заключается магия фокусника? Для того, чтобы ее постичь, зрителю надо подсказать Вся магия в том, что ты не туда смотришь Тебя отвлекают Это и есть секрет хорошего фокуса Заставить смотреть в другую сторону А вот в чем секрет фокуса Артема Щукина Который он вам сейчас покажет Я не разобрался Вот уж действительно Поистине ловок тот Кто умеет скрывать свою ловкость Вот сюда смотрите Смотрите сюда, сюда А сам вытаскивает отсюда петуха АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё одна форма юмора, 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 это, конечно, тосты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Опытный Тамада говорил, в тост легко войти, но трудно из него выйти. Тосты должны быть как юбки, чем короче, тем лучше. И нужно избегать лишних слов. Например, смотря на вас, хочется ещё раз пожелать вам здоровья. Вот этого не нужно. И вообще, жизнь нужно прожить так, чтобы никогда на твоём дне рождения не прозвучал такой тост. Здоровье тебе, удачи и денег. Остальное у тебя есть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Был случай на радио, связанный с тостами. Позвонили люди и попросили передать человек, который вчера потерял бумажник, знай, семь первых тостов было за твоё здоровье. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА За твоё. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кстати, настоящие мужчины пьют за женщин не раньше десятого тоста. Знаете об этом? Если они не дойдут до десятого тоста, то какие же они мужчины? Или вот такой вот последний тост на вечеринке. Пусть салат нам будет пухом. Пусть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот почему ты не сдержалась, скажи мне, пожалуйста. Ну почему ты не сдержалась? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну почему вот ты вот, почему ты её пьёшь всё время? Ну потому что она жидкая. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Была бы твёрдая, я бы её грызлась. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Миленька, нам ведь сейчас тост говорить надо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я не смог что-нибудь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот, полежи. Тост. Однажды по пустыне шёл слоник. Навстречу слонику три бактеря. Слоник говорит, здравствуй, Илья Мурмец. Здравствуй, слоник. Здравствуй, добрый Никитич. Здравствуй, слоник. Здравствуй, Алёша Попоч. Здравствуй, слоник. Как дела, Илья Мурмец? Нормально, слоник. Как дела, добрый Никитич? Нормально, слоник. Как дела, Алёша Попоч? Нормально, слоник. Здравствуй, лошадь Илья Муромца. Здравствуй, слоник. Здравствуй, лошадь Добрая Никитича. Здравствуй, лошадь Алёша Поповича. Слоник. Как дела лошадь Илья Муромца? Нормальный слоник. Как дела лошадь Добрая Никитича? Нормальный слоник. Как дела лошадь Алёша Поповича? Нормальный слоник. До свидания, Илья Мурмец, до свидания, слоник, до свидания, добрый Никитич, до свидания, слоник, до свидания, Алёша Пополь, до свидания, слоник, до свидания, лошадь, Илья Мурмец, до свидания, слоник, до свидания, лошадь, добрый Никитич, до свидания, слоник, до свидания, лошадь, Алёша Пополь, до свидания, слоник. Разошлись они и пошли, кажется, своей дорогой. Идёт слоник-то, а навстречу ему Али-Баба и сорок разбойников. Иглан всем лошадях! Реклама на нашем канале закончилась, а вот разговор пойдет сейчас о ней, любимой. Сейчас ведь реклама стала появляться, не удивляйтесь, во всех электроприворах, даже в чайнике. Чайник, наполнив водой, включайте его, слушайте из него голос. Перед кипячением воды прослушайте рекламу. Причем сам процесс кипячения несколько раз прерывается очередной рекламой. Один мужик увидел рекламу «Жигули безалкогольный» и чуть в обморок не упал. Фу ты ну ты! Это же последний аргумент убрали, чтобы его пить. В его случае реклама оказалась антирекламой. Недавно пустили по телеку правдивую рекламу, получилось жизненно, потому что реклама очередной фигни шла под песней «Ну-ка все вместе, уши развести». А сегодня, подъезжая к даче, я увидел рекламу «Евродрова». Вот до чего дожили, а! Один мой приятель увидел рекламу «Евронавоз», купил, но оказался до того недовольным качеством навоза, что так и не смог подобрать подходящего эпитета, чтобы охарактеризовать этот товар. Но справедливости ради, надо сказать, что реклама по телевидению выполняет социальную функцию. Люди выключают звук и начинают общаться друг с другом. Мой персонаж все-таки купился на рекламу. Неслучайно кто-то сказал, если ты прочитаешь в рекламе слово «Колгейт» на русский манер, то получится «солгать». И ты уже посмотришь на эту рекламу. Иначе. А я вам так скажу, друзья мои, мне личная реклама помогла. Да, помогла. Сейчас все по порядку расскажу. Как-то утром просыпаюсь, смотрю на улице, огроменный щит установили. На нем написано «Друг, пора тебе отдыхать на Бермудах. Позвони, и мы тебя пошлем». Ну, думаю, как интересно. Вежливо обращается. Друг, позвони, телефон так четко, чтобы не перепутать. Ну, думаю, надо позвонить, а то перед людям неудобно. Они же ждут. Звоню. Алло, это Бермуды? Сидоров беспокоит. Алло, этот Бермудянин. Говорит, кто? Я говорю, вы в рекламе написали, что мне вашему другу пора отдыхать на Бермудах. Я согласен. Когда вы меня можете послать? Этот Бермудский, как начал меня посылать. Подробно все так изложил. Куда идти? И где поворачивать? Минут десять посылал. Аж охрип. Я его даже перебил. Я говорю, «Сэр, вы меня, конечно, извините, но вы, наверное, не поняли. Я насчет Бермудов. Мне, вашему другу, там надо отдохнуть. Вы же сами сказали, когда выезжать-то?» Этот Бермудский, как начал кричать, «Да я, да мы, да мы с тобой, да ё-моё!» Обрадовался он мне страшно. Что-то насчет моих родителей вспоминал. Видно, хотел пригласить всю семью. Ну, видите, рекламу не обманывают. Позвонил, послали. Придется ехать, Чтобы денег лишних на новый костюм не тратить, взял я шорты тёщины, белые, с начосом. Внутри. Написал на них «Бермуды». Сзади поместилось только «Бер». Остальное пришлось перенести наперёд. Погладил, надел, тепло. Чувствуется, бермуды начали действовать. Ну, надел, выхожу из подъезда, на небе солнце, на шортах стрелки. Смотрю, через дорогу, магазин, салон, мерседесами торгует, а в витрине огроменный щит. На нём написано, «Друг, твой мерседес мы приготовили, забери его». День, думаю, какой удачный, аааа, одно к одному. Ну, думаю, надо зайти, а то перед людьми неудобно. Они ждут, захожу, при входе охраннику мои шорты сразу понравились. Он так громко щёлкнул головой по паркету. Продавцам тоже понравились, стоят, улыбаются. Но близко не подходит. Я говорю, я к вам с приветом. Менеджер говорит, вижу. Я тот самый друг. Вы в рекламе написали, чтобы я срочно забрал свой мерседес. Я согласный. «Только давайте быстрее, а то я опаздываю». Отлетаю на Бермуды. Этот менеджер спрашивает, «А вы до этого водили что-нибудь?» «Я говорю, водил, хороводы водил». Он говорит, «Ну, для вас есть потрясающая модель, белый цвет, просторный салон, а машина с наворотом, да, говорит, сбоку фара, на фаре красный крест. Сзади кушетка. Ждать недолго. Подгонит мигом. Действительно, через три минуты скрип тормозов в салон. Заходит мужик в белом халате, две дамы тоже в белом. Ну, сервис. Мужик спрашивает, на Бермуды сам поедешь или как? Я, конечно, сам. Меня там давно ждут. Ну и поехали, значит. Смотрю по дороге, стрелка психбольницы два километра, а на дне огроменный щит. Друг, пора жить как люди. Ой, я что вышел? Если я с Бермуд им туда не дозвонюсь, чтобы они там не волновались, передайте им, пожалуйста, что я уже живу как люди. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ Я подарю своим друзьям из сердца солнышко кусочек. Пусть радуются теплым дням, а то погода ведь не очень. Пусть всех друзей тепло согреет, пусть в душу принесет покой. Теперь друзья не заболеют осенней мерзлую порой. Возьму тепло в свои ладошки и всем друзьям своим раздам. Всем хватит солнышка немножко. Люблю, целую, Петросян. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok